Всем привет! Хочу показать вам семена цветов, которые я буду выращивать в этом году. Каких-то красивых альпийских горок или цветников у меня пока нету, так как идет строительство дома, это невозможно. Но цветы все равно я выращиваю, без них никуда. И в основном это или подвесные кашпо, или горшки, чтобы растения были мобильные и их можно было переносить. Конечно же, у меня есть и многолетники уже, со мной делятся люди, я их просто высаживаю в обособленное место, чтобы они не мешались и уже когда буду создавать клумбы, было бы что посадить. Обязательно высаживаю бархатцы, это отклоненные, махровые. Я люблю бархатцы отклоненные, они хороши для вазонов, для бордюров, для горшков. Что значит отклоненные? Это они дают боковые побеги, которые отклоняются в разные стороны и на них образуются цветы. Люблю еще их за то, что они зацветают очень рано, цветут до самых холодов неприхотливые. И такие призимистые создают прям в горшке ковер из цветов и зелени. Эти бархатцы низкорослые, здесь до 30 сантиметров. Я люблю также и высокорослые. В основном я их высаживаю возле плодовых деревьев. Собираю сама семена и с низкорослых, и с высокорослых. Они у меня просто находятся все в деревне. Ну и каждый год, конечно, подкупаю что-то новенькое, интересное. Следующий цветок это, конечно же, петунья. Без нее вообще никуда. Это гибридная. В этом году решила попробовать цветы от золотой сотки Алтая. Это темно-пурпурная с темной сердцевинкой. И белая. Крупно-цветковая. Цветы бахромчатые. Кустики аккуратные. Вот как раз эти гибриды, они хорошо для кашпоя, для горшков, для высадки. Растение невысокое, до 40 сантиметров. А сам цветочек очень крупный. У пурпурной до 16 сантиметров, а у белой до 8 сантиметров. Отлично. Нравится мне многолетник. Это лаванда. Выращиваю семян уже третий год, и все у меня прекрасно получается. В этом году оставила перезимовать в открытом грунте под легким укрытием. Посмотрим, что получится. Если перезимуют, буду черенковать. Но подстрахуюсь, в этом году опять посею семян. Лаванда Монстит Стрейн. Понравились цветочки. Они голубого лавандового цвета. Очень такой редкий цвет. Но семян здесь всего было 7 штучек. Это такая обычная английская. Цвет классический. Здесь семян, конечно, было побольше. Семян здесь уже нет. Они у меня в холодильнике на стратификации. Высеваю лаванду примерно в середине февраля. И вы фотки посмотрели. Это с моего огорода. Она в первый год же начинает зацветать. Если, конечно, сажать рассадой. Также собрала и свои семена лаванды. Тоже посею. Посмотрим, какая будет схожесть. Конечно же, высеваю на рассаду лабелию. Очень красивый цвет. С белыми глазками. Замечательно смотрится в подвесных кашпо. На открытых верандах. Под крышей. Красивый цветок. А если еще в течение лета его подрезать, то он еще обильнее будет цвести. Видите, уже это новый пакетик. По новым правилам. Теперь указывается год урожая и год упаковки. А уже срок хранения семян вы сами высчитываете. Теперь это семена так будут продавать по новым правилам. Следующее мое приобретение это штук роза. Я вообще, знаете, выросла на земле, но у меня мама никогда не сажала эти цветы. А почему решила я их вообще вырастить? Я в прошлом сезоне немного выращивала рассады для продажи. И у меня спрашивали, нет ли у меня рассады штук розы. Никогда не слышала об этом растении, поэтому решила купить и вырастить для себя. Это тоже от золотой сотки Алтая. Это летний карнавал солнечный, желтого цвета. Летний карнавал пламенный, красный. И летний карнавал румяный, он такой малиново-розового цвета. Я почитала об этом садовом растении. Это двулетник, куст мощный, цветы крупные, махровые, собранные в большие такие соцветия. Хорошо будет его посадить или группой, или по отдельности вдоль забора. Если сеять сразу в грунт, примерно в мае, то, конечно, он зацветет только на следующий год. Но если его посеять в марте рассадой и высадить уже в июне, то цвет можно увидеть и в этом же году. Размножается он семенами. Растение высокоросло, как я уже сказала, до 160 см, а цветочек до 14 см соцветия. Представляете, какая будет красота! Хочу посадить немного и группами, и вдоль забора. Также в этом году приобрела декоративную капусту. В прошлом сезоне у меня спрашивали рассаду, но хочу посеять для себя, посмотреть, что это за чудо. Капуста декоративная Sunrise. Это гибрид. Очень хорош на нее отзывы. Это срезочный гибрид. Вырастает до 60 см в высоту. Сам цветочек 12 см. Очень декоративная. Можно и в клумбу ее высаживать, и возле бордюров. Ее также используют и в композициях декоративных. Даже когда выпадает снег, она остается такой же красивой. Высевать ее буду в мае уже в деревне на рассаду. И чем больше плотности посадки, тем больше будет вот этот цветочек. Приобрела в этом году всего лишь два вида для пробы, так как ранее не выращивала капусту декоративную. Следующая это листовая капуста осенняя кружева смесь. Уже она поменьше, до 40 см. И вообще говорят, что если ее выкопать и посадить в контейнер, то она также декоративно будет смотреться до самого нового года. Также посею физалис ананасовый. В прошлом году я его вырастила. Хорошая была рассада, но опять-таки неправильно у меня была размещена. Недалеко от березовой кроны. Поэтому он у меня посидел-посидел и благополучно зачак. Но так как есть семена, посею в этом году, посмотрим. Также я много семян собираю своих. У меня здесь и питунья есть. И собираю свои бархатцы. Собираю календулу. Но календула, она вообще цветок этот неприхотливый. С самосевом по всему у меня участку. Но собираю для того, чтобы подсевать к капусте. Нравится мне ее сеять вместе с капустой. Также у меня и маки, семена и турецкой гвоздики. И самосевом она у меня растет. В общем, все, что собрала, храню. Все в деревне. Сюда даже не привожу. Вот такие цветы я буду выращивать в этом году. Пишите комментарии. Мне очень интересно читать. Заходите на мой канал. Подписывайтесь. Всем пока.